Вот когда мы говорим для других людей, что кто-то не знает своих традиций, а мы-то знаем. Вот вчера были шукшинские дни, да? И я потихонечку, я мониторю, то ли у меня эта голова так слушает. Вот день, шукшина. Никто. А у меня вот писатели вышли, мы сделали книжки, ну не дорогие, но симпатичные. Книжку вообще никто не берет. Вот пиво караоке, понимаешь? Пиво, квас, пирожки берут. А книжку купить? Нет. Это, а, мы и так все знаем. Понимаешь, что делать? Потом я стал спрашивать. А никто, оказывается, шукшина даже не читает. То есть, понимаешь, что это дело? Я в детстве все перечитал, это мое. Идет праздник ради праздника. Ну какая разница, нам за что отдыхать? Ну, понимаешь, что? Вот тусняк появился, вот мы будем. А то, что вот это правда жизни, вот то, чего шукшин не хотел. Вот поэтому мы где-то для меня в шукшинские дни были, когда я лежал под деревом. И тут театр был. И театр играл. И я знаю, что я уходить оттуда никогда не хотел. Поэтому в душе для меня, конечно, это все. Я понимаю, что это звенья одной цепи. Когда ИГИЛ отрезает горло людям, когда горят библиотеки в Москве, и когда люди ходят и, как бы сказать, не зная самой основы своей культуры, это звенья одной цепи. Но это, по-моему, уже пошла штыковая. Абсолютно точно. Уже пошла штыковая. Уже тут уже не отступать и не сдаваться. Я долго стесняюсь, надеялся на других людей. Ну, думаю, ну, почему я так должен говорить? Ну, столько людей, всякие церкви, институты, миллионы служителей культа, десятки тысяч церквей. Так, замолчали. Давай начинаем передачу. И все. Давай. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Мы сегодня снова у вас в гостях. Продолжим наши беседы. Как я их назвал, у шамана. Значит, Артем самый настоящий алтайский шаман. Значит, имеет свое мировоззрение, о чем мы в первых трех передачах и рассказали. Артем, у меня к вам конкретный вопрос. Вот как раз про религии. Будьте добры так объяснить, согласно своего мировоззрения, как вы смотрите на отношения религий. Как вы видите место вот шаманизма. У вас же называется, в принципе, вот этот культ или религия. Как вы вот это определяете? Шаманизм, во-первых, это не алтайское даже название. Я не знаю, кто его назвал. Кам. И как оно соотносится со всеми религиями? У каждого свое отношение. Шаманы, они же все разные. Вот я помню, в детстве меня поднимали люди, они просто лечили людей на физическом уровне. Травами, минералами, какими-то вот этими, ну, немножко жестко. Вот я, например, даже, может быть, скажу, вот как мой один дядька лечил незаживающие раны. Ну, а с теми, где он помогал? Ну, вот идет... Был случай, когда парню ногу хотели отрезать весной. Осенью в армию забрали. Ну, этот главврач, который хотел ногу отрезать, он сказал, что годинг не строевой, отправил в стройбак. Но 9 трав берет, там, чистотел будет обязательно, там, подорожник. Ну, 3 заживляющие, 3 очищающие и 3 успокаивающие. То есть, это чистотел должен быть обязательно, череда, подорожник. Это понятно, это чисто медицинские. Да, эту ногу парил. Он парит, парит, сколько тот терпеть может. Пока тот, когда уже терпеть не может, нужно было убить щенка со сулка, снять шкурку и этой мездрой положить вот на рану, завязать ее, и чтобы он спал до утра. 7-10 раз любой, вот это, какой-то люди живуем гниют, но любая незаживающая рана заживала. Вот он вытягивал все туда, кто-то все сжигает. Мне это смотреть на страдания людей вообще было неинтересно. Я не хотел быть этим. У меня это было, у меня другая, у меня оптимистический взгляд на эту жизнь. Я любил что-то там, песни петь на подгитару, какие-то вот эти были для меня интересные темы. Но и никогда не собирался. Ну, так судьба вывела. Ну, оказалось то, что мне важно другое, говорить. И меня когда звучали, говорят, Артем, ты когда долго-долго говоришь, мозг у тебя дышит через раз, мозг начинает задыхаться, и в этот момент ты что-то считываешь. Ну, я эти дела делал, и информацию людям говорил, откуда ты знаешь. Ну, вот. Ну, в церкви всегда, говорят, это бесовское. Я говорю, ну, знаете, на этом мире все, что есть, все, что не есть, это все Божья воля. Даже если это что-то у меня происходило, то наверняка Бог был не против. Поэтому, что мне говорить? Я же плохого не делаю. Вот я об этом и хочу как раз поговорить. Вот смотрите, потому что православная церковь, а мы же живем в России, да, как бы определяющая религия в России, значит, 80% населения исповедует православие. Ну, как исповедуют, мы так говорим, да, ну, из них, дай Бог, 10% исповедуют. Вот не знаю, откуда мне это пришло. Вот я знаете, я не могу понять. Для меня, вот даже вы говорите православие, мне немножко непонятно. Вот вы православие или христианство, вот для меня это раздельные вещи? Вот почему-то. Я, потому что когда мне православные, настоящие люди объясняли, что такое, чем отличается православие от христианства, православное все, что славит правь. Вот правь, это то, где живут славянские боги. И все, что, и русский язык, он славит правь. Русские пока говорят на русском языке, вообще это непобедимая нация. Потому что мы об этом говорили, что родина, природа, родня, родники и народ, это род, дед всех богов. И, ну, поэтому для меня христианство и православие, маленькая вещь, разные. Просто я понимаю, что христиане, услышав, когда православные, я имею в виду православное христианство, вот да, давайте, вот как христианство к этому относится? Потому что православие прекрасно к этому относится. Ну, вы говорите про, как бы, это называется, языческое славянство, славянское язычество. У меня язычество тоже это не нравится. Язычество это кровавая жертва. А у нас нету кровавой жертвы. Вот я бы сказал, да, мы убивали щенков этих, чтобы человека вылечить, да? Я убил когда-то последнего вот этого своего оленя, которого на шапку оставил. Но после того, как я убил, эту жертву принес, я больше капель крови не пронес. У меня даже паучка из дома выносим, но не убиваем. Понимаешь, в чем дело? Понимаю. Потому что для нас стало как-то так жалко их всех. Дядя у меня, у дочки, они паучок ползет, поймают, на улицу вынесут, отпустят на волю. Но это слишком большой философский вопрос. У меня есть на него свое мнение. Мне же стало жалко, когда русская культура в борьбе этих религий стала убиваться. Русский дух вот что стал убиваться. Когда мы видим на реальных примерах родня, с роднёй не роднится. На природе гадят, родники убивают. С родителей становятся просто соседи, а из родины все хотят уехать. И мы понимаем, что тут убивается сила рода. Само христианство здесь, наверное, ни при чём. Это при чём как раз... Христос тут ни при чём. Да. А религия, это... Религия, где там есть интересная приставка впереди, называется «ре». И вот если вы слышите слова «революция», «регресс», «ретироваться», «ретушировать», «реструктуризация», и мы понимаем, что это всё будет от изначального куда-то в другую сторону. Поэтому религия для нас немножко сейчас даже... Я не понимаю, по-моему, это бизнес-проект. Ну, в сути своей. Но они ходят туда, как в офис. Вот чтобы мне шаманский костюм одеть, мне надо было чудеса створить. Чтобы люди видели и сказали, что такое так же не бывает. И потом они мне поверили, потом я стал спокойно, я обрёл внутреннюю уверенность, я понял то, что если я сделал доброе... У меня тоже был случай... Я, кстати, многие себя называют христианами, а даже и христианами не являюсь. Они психуют, злятся, чуть не за табуретку хватаются. Если христианин есть хорошие, я их люблю, целую, я им ещё что-нибудь подарю. Я говорю, я люблю настоящих христиан. Они не обижаются, ну их-то мало таких. Но я немножко провокатор, поэтому я проверю. Так вот аккуратненько, христианин или не христианин. Мы себя христианами не называем, мы вторую щёпку подставлять не будем. Если кто-то мою дочку обидит, я его просто не завидую. Я найду, с чего его пристрелить. Понимаешь, что... Если мой род кто-то будет обижать, я размажу просто. Сколько у меня будет сил, я никогда... Не допущу, чтобы кто-то на мой род просто наехал. Там вариантов нет. У меня вот так пеленопады, всё. Я не христианин. Я за свой род жизнь отдам. Потому что это мой закон. Закон правий. Свой род поднять и прославить. Мы живём не для себя. Мы живём для своих родителей и для своих детей. Но это закон рода. Это закон рода. Мы никому ничего не должны, только роду своему. И для меня было бы интереснее, если бы вокруг нас были красивые, сильные, здоровые роды. То есть, кого бы были... А она тогда, когда он будет здоровый? Когда родители... Родителям некогда детей воспитывать. Они отдают чужим людям. А им сто лет, им дети не нужны. Но когда дедушки, бабушки сидели и воспитывали своих детей, вот тогда они вырастают. Вопросов нет. Моих детей воспитали мои родители. Так и должно быть. Ведь человека пожилого всегда хранили, оберегали. Для чего? Для того, чтобы он мог передать обычаи и традиции. Это было так и у христиан православных, у русских людей. Это было так. И пропало это не из-за православия и не из-за христианства. Это пропало в другом историческом контенте. Я тебе говорю, что к Христу, родившемуся с дарами, пришли волхлы с востока. Это были славянские шаманы. Это они приняли Христа как спасителя. И пришли на родину и сказали, родился сын Божий, вы примете его учение как свое. Еще за тысячу лет на рождение Христа в святорусских славянских ведах появилась запись «Сарацине и живо родит Божича, и живо третья жена сварога, та, которая ребенку дает душу». Это она, Богородица, родила сына Божьего. Кто бы с этим спорил. Если волхвы сказали, кто с этим будет спорить. Мы же не против Христа, сути его. Но царь потом портил. Царь портил. Это ему нужны были рабы. Славян даже рабства никогда не было. Не было рабства. Почему славянская культура приняла многие народы, беря врага в плен, они его кормили, одевали. Он восстанавливал разрушенное. А потом говорили, хочешь, женись на нашей. Оставайся в роду как равный. Хочешь, уходи. Отпускали. На западе и на востоке такого не было. Прикуют галерии, пока не сдохнет. Выкинули за борт, нового ловят. Это не в русской культуре, а принять все. У меня восемь кровей в моих жилах течет. Кто я по нации? Получается, что я русский больше, чем хоть кто. Ну так обычно говорят. Поэтому русский мир это не какой-то этнокультурный компонент. Русский язык принял в себя многие языки. Тут корни и тюркские, и финно-угорские найдут, какие угодно. Все, что живое, русский язык принимает. И этим развиваясь есть. Россия, она славится именно, что много народов, что они все друг друга дополняют. Но суть их объединяла, что каждый свой род должен был поднимать. У нас вот это, законы природы в основе русской культуры. Я не знаю, зачем Богу нужны монахи. Ну это они там лучше объясняют христиане. Я не понимаю, например. Ну я просто заметил, что когда русские девочки не знают Лелю, а знают Афродиту и Венеру. А в России никто Лелю не знает. Хотя нет красивей для русских девочек образа. Ведь богиня весны, любви, красоты. И лелеять это значит любить, а лебедь это птица Лели. И почему наши девочки не рисуют эту ее в своих альбомах? Кто им это запрещает? Мне вот просто интересно. Я не знаю кто, но нужно об этом говорить. Русский язык сохранил все это. Род понятный. Лада, уклад, расклад, ладони, а ладушки в честь нее жарят. Язык-то помнит. И это и есть православие. Потому что когда вы поминаете древних богов, Ладу, Лелю, Род, Сурия, богиня удачи. Вот, кстати, хороший пример. Слово о полку Игоря. Я видел я один раз нечаянно. Парень молодой, тоже, видать, в виде медитации, но он сделал перевод слова о полку Игоря и лучше многих академиков. Он в Кемеровской области в школе учился, парень. Я прочитал его это нечаянно. А он объяснял, а там перевод просто и по Сулии, и по Мории в Слово полку Игоря. А Ипа это на древнем языке храм. И по Сулии это храм Сулии, богини удачи, посулить. А храм Мории, Марии, богини смерти, это зимы. То есть войны перед битвой, кстати, пишет монах, христианин. Там есть такое, да. В монастыре. Он пишет, что войны перед битвой пошли в храм Сулии, богини удачи, просили удачу в бою. А в храм Мории, богини смерти, чтобы не забрало раньше времени, 200 лет Русь крещен. Вот тогда православные христиане, они и были настоящие православные христиане. Они славили правь, но и Христа приняли как спасителя. Зачем убивать православие? Если вы не хотите славить правь, откажитесь, скажите, мы христиане. Но если вы славите правь, то и Род, и Лада, и Сварок. Даже знаете, в русском языке вообще этого много. Сулия, богини удачи, я сказала. Морок, мрачный тип, брат Мары. Вот это заморочит все он. Но дочери ему обида, зависть, мста. Вот если человек обижается, завидует или мстит, эти девушки профессионал приводят к папе, к Мороку. А тот уже четко знает, заморочит, что человек делает поступки, потом, как говорится, творит, чего это, не по поводу, и жалеет потом всю жизнь. Понятно, что обижаться. Я говорю, да, я не христианин, я свой род буду защищать, сколько у меня сил хватит. Но держать обиду, особенно на мертвых, я тоже не буду. Тут я с христианами полностью согласен. Мы не обиду, стараемся. Если это так, выводы сделаем, пошли дальше. Я буду это по ним... Знаете, вот я свое русское тоже... Сказал, как я свое русское узнал? Да. Про слово русское. Ну-ка. Я родился в чертоге Волка. Причем род моей матери, Мюри, это род белой волчицы, куматинский. А чертог Волка, его покровитель Велес. Велеса еще волосом называли, помните? Ну, это бык. Ну, давай я тебе покажу, посмотри. Я тебе покажу, тебе на камеру покажу. Видишь, у меня на руке что-то нарисовано, вот этот знак. Это знак Велеса. Судьбой нарисованный. Но волос его еще называли, да? В те времена русские вообще много не врали. Они думали, говорили и делали все одно и то же. Почему? Вот у Велеса одна такая очень важная суть. Он объединяет я и нафиг. Вот волос, он сидит внутри нашей головы. Там, где мир наших мыслей, хотелок, желаний, да? А сам весь наружу. Надо мыть, расчесывать его иногда там. Явно, он въявит. Ему постоянно требуют ухода. Но ты слово ВО, ЛОС, поставь стоп наоборот. Поставь СЫ впереди. Потом останется ЛО. А потом будет ВО. Слово. Слово. Даже русское слово, слово, это имя всемогущего бога, брата, сварога, покровителя шаманов, бога мудрости, богатства и красноречия. Это он научил русских людей пахать землю, садить пшеницу, ковать металлы и делать глиняные горшки. Но он помогал только тем людям, которые думают, говорят и делают одно и то же. Мысль, слово и дело. Человек словом из мира Нави, мыслей своих, доставал эту энергию и въявлял в этот мир, въявь. Если они все три одинаковые, вот это давало особую устойчивость всему русскому миру. Они не врали. Они думали, говорили и делали одно и то же. Когда ВОЛОС был главным, слово было в суть его. Ну даже в Библии написанном первым было слово. И это православие. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот я вот эту волну хочу понять. Дух нужно чувствовать. Я боюсь, что в этих религиях, в борьбе за конъюнктуру рынка, стал убиваться русский дух. Вот в чем мне стало страшно. Видишь ли, вот христианство, когда Русь приняла христианство, и лет 500, в принципе, это было православным христианством. До времен Ивана Грозного, а потом уже, когда пошли эти все Никоновские разборки, вот здесь и получился разлом. Тут еще по-другому. Да, самодержавие это было очень важно. Он посмотрел, прикинул и начал по-своему. Знаете, с чего началось? Вы рабы божьи. Во-первых, Богу вообще зачем рабы, да? Но вы рабы божьи. Ну, тот вроде, ну, Бог великий, ну, наверное. А царь-помазанник божий, значит, вы рабы царя. Ну, вот так они. Есть какая-то логика. Государство и религия здесь пересеклись, объединились. Вот это все испортило. Потом, если раз царь-помазанник божий, значит, вы рабы. Бояр-помощников царя, он же не царю помогает. Это большая тема, сложная. А потом, да, потом князей, а так и самого свободолюбивого, красивого и доброго народа на этой земле славян, аккуратненько, вплоть до крепостного права, вплоть до права первой ночи. И вот так унизили женщину-славянку. Иисус Христос этого не хотел. Но когда идут интересы власти, начиная о власти, нужны послушные, строим поставили. У славян же такого не было. Но как их было, как это, систематизировать? Они же, каждый будет за свое. Ну, я понимаю, что для становления государственной, российской, возможно, это было надо. Но то, что это сделать до такой степени... Это было не так. Ну, как так? Ты правильно говоришь. Вот христианство, поставь там щеку. Такого не было. Ты посмотри старинные иконы. Ведь кого рисовали на иконах? Князей с мечами. Когда князья с мечами исчезли с икон, это как раз вот время Никоновское. Они пропали. Последнего с мечом нарисовали, знаешь, кого? Царевича Дмитрия Убиенного. Вот он был сначала с мечом, а потом его перерисовали, и он стал с ножичком вот каким-то вот таким вот моллипученьким. Понимаешь? И иконы-то какие были? А посмотри икону церковь воинствующая. Там же войско нарисовано. Понимаешь? То есть люди, православные, русские, они понимали прекрасно, что они должны защищать. И в то же время они защищали свои... как раз религиозные свои правила. То есть они бились... Для них было все понятно. Тьма и свет. Они защищали свет. Понимаешь? Тот же сокол и ворон. Постоянно вот в этих вот иконах. Борьба от тьма и злы. Я хочу вот сейчас вот, чтобы ты как бы понял и пояснил, вот каким образом твоя религия, в науке называют там анемические религии там, ну по идее не шаманин, так не говорят, там говорят, что анемические религии, то есть вера там в этих вот тюркских народов и так далее, там они верили там в дерево, в воду, в небо, тынгрианство, правильно? То есть большой дух неба, да? В землю. То есть вот это, наверное, вот это вот то, что некоторые называют шаманизмом. Не будем это слово произносить, но... Ну понимаем. Как вот есть и в православии тоже мистика, ты согласен, да? Они же тоже, мистическая церковь однозначно, там плачущие иконы, это все есть, это как бы и так далее. И вот эти шаманы, они же тоже мистику какую-то хранят. Они же, наверное, общаются с духами, с каким-то другим миром. Вот расскажи что-то интересное. Вот из-за этого. Мистицизм, он же... У меня один друг тоже приходит, говорит, а раз же сейчас в сказки ездим? Сейчас ты скажешь, я живу в этой сказке. Уже много чего в жизни мне интересного было, и некоторые даже по телевизору мне передачи показывали. Но это можно даже на документах проследить, как это было. Да вот мы сидим, вот эта картина нарисована. Я ни разу в художественную школу не ходил, но это, наверное, тебе рассказал. И вот эта энергия предков, я понял, и многие, кто был на грани жизни и смерти, это знают. Но на уровне ясновидения, яснослышания я часто входил в контакт с духами. Причем, знаешь, если я упирался, не выполнял то, что они делают, у меня жена моя, она говорит, что с тобой? Вот так вот все, перед ком, я встаю, мокрый весь, не то что одеял, матрас насквозь мокрый. Они вот, чтобы дают знать, что они будут меня крутить до тех пор, пока я не сделаю то, что они сделают. Начинаешь делать то, что они говорят, но это неплохо, я считаю. Почему? Потому что то, что было сделано на физическом уровне, оно потом являлось действительными какими-то чудесами, когда золотую бабу мы восстановили. И вот эту историю уже многие... Ну, я рассказывал про принцессу Кока. Да. Поэтому это наглядный был пример, но сейчас вот у меня не так стало много... Про принцессу Кока нет. Ты рассказывал про легенды, какие-то девочки с мальчиком любили друг друга. Это сказка. Сказка, да. А про принцессу Кока нет еще. Принцессу Кока удивительная в моей жизни была история, она мистическая, но видишь, много слишком людей про нее, на себя одеяло. То там собирают отписи на простынях, то еще что-то. А у меня было реально, вот это можете проверить, потому что это, как говорится, это вот на виду. Этот год все помнят, 2009 год. Девятый год, когда у нас на Алтае каждый день шли дожди. Каждый день шли дожди. И все уже думали, все там в полях снеет. Принцессу Кока, давай сначально начну, как это было. Когда я уже был известным художником, там уже картины, там очередь, там фонтаны, какие-то памятники начал делать. Но тут пошла информация. Артем говорит, тебе нужно вернуть на землю Алтая золотую бабу. А у меня же свою жизнь жил. Я ездил в сопровождении грузов в армии и видел этих каменных баб. И когда мелиорация была, постепенно много находили. На Украине, да? В Украине их особо много. Но это скифы делали. И на Алтае тоже скифы, да? Сидят вот так вот руками и у них чечки. Они как это, ну это объясняли, что это мне экскурсоводы рассказывали, что скифы их красили, они их кормили, дары им приносили. Историки называют скифы сарманский период. Да. И вот в этот момент к этих каменных баб постепенно делали много. Я их видел, я их трогал, как бы так, мне их сужало, не было интересно это всегда. Они вот сказали, Артем, верни на землю Алтая золотую бабу. Принцесса Укока Кадын, она не была принцессой, она была служительницей культа. У нее даже характерная для балерины деформация ноги. Нога стоптана от танцев. Но принцессы с утра до ночи не пляшут. И я видел те образы, которым скифы поклонялись. Это образ первородной матери. Я понимал, что первородная матерь на этой земле была и есть, остается и будет вечна эта луна. И каменная баба это скорее всего портрет луны в человеческом обличии. Потому что все кочевники, хоть скифы, хоть сарматы, они все поклонялись луне. Потому что луна для них, для кочевника это вообще все. Ночью делать большие переходы в полнолуние легче, чем днем. пожаре там больше. Ну, в таком духе. И тогда я пришла это верни золотую бабу на землю Алтая и мы тебе дадим все. Ну, так просили. Ну, я думаю, для меня тогда все было вообще не так много. Кто просил, то я не просил. Духи? Причем я реально я их видел, мы общались непонятно на каком языке. Это на уровне как понимания просто. Вот иначе идет ну, как сказать, образ, как вот мысль в мысль. Они же а как духи-то древнего Вавилона там Индии, откуда-то Египта. Вот, кстати, алтайских там не было, что характерно. А для них нет времени и пространства. Они везде и сразу. И поэтому они говорят ты верни, мы тебе дадим все. Ну, что это все? Ну, мне это сделать было тогда не вопрос. Я взял ее и слепил. Но получилось интересно. Она как пирамида сидит в позе лотоса цвет ее золотой. Поза медитации вот эти ее лицо и две груди, это как три, как знамя мира, которое по Рериху хотят поднять. Идеально получилось. Она как-то стала гармонизировать все вокруг. Но тот год был наглядным. Они что говорили? Она говорит, как Адын, не успокоилась. 10 лет до 9-го года вот со времен землетрясения. Кстати, это она грохнула. Я даже ни разу не сомневаюсь. Потому что, знаете, землетрясение было, но никто не погиб. То есть, когда женщина психует, посуда-то полететь может, но в жертв не будет. Но она не успокоилась. Как любая энергия, она закончилась. Это 2009-го? Нет, в 2009-м это мы бабу вернули. 10 лет до этого, со времен землетрясения, она собирала. Она собирала энергию для второго удара. Ежедневно в 93-м нашли принцессу Кока. Вот как после землетрясения она готовилась ко второму удару. Я год уже сейчас я плохо цифру помню. Но когда вот этот начался этот период, я это землетрясение помню у нас дома провода в этом году. Год не помню. У меня все в летописи записано. Почему я летописи стал писать? Чтобы не запоминать цифры. Для меня забываешь, мы все это видели, год только не помню. То есть не просто так алтайцы просили из Новосибирского музея вернуть принцессу Кока. Ну это не успокоило бы душу ее. Душу ее успокоило. Знаете, что вот когда тело помирает, а душа входит в рай, когда он жизнью своей добился чистоты такой, то что... Ну как, сейчас легко объяснять. Вот ребенок погибает, он упал, он попадает в рай. А так почему? Он душу не испортил. Не испортил душу. Он не думал, как ему денег заработать. Он не риновал, не обижался, не завидовал. И душа не испорченная, солнцем уходит в рай. В жизни это сделать трудно. Ну, но постоянно нужно думать, как ты будешь там семью обеспечить, как там, чего там, обеспечить. поэтому, когда мы эту историю, как сказать, я сделал золотую бабу, ну, интересно было, как я ее делал. В девятом году, вообще, каждый день шел дождь. Десять лет до этого, вот сколько было, у нас урожая не было вообще. Вот знаешь, картошки в земле нету, моралы не рожают, шишки нету, ничего нету, мы сидим, ну, вроде погода нормальная, идет все, а нету. Вот это она брала силу для второго удара. И когда уже она набралась, то, что уже бить, они сказали, срочно надо ее успокоить. Ее успокоить. Она как пирамида же золотая баба, она ей всегда поклонялась. Мы ее сделали, но когда делали, был интерес, мы лесу делали ее. Грохот стоит, как в Сталинградской битве. Я смотрю, и не надо мной чистое небо, солнце светит. Мать звонит, Артем, тебе там не смыло? Нет, нас тут чуть не смыло. Я вам говорю, хорошо, вечером в палатку бросаю, 20 метров отхожу, голову поворачиваю, вот так вот стеной падает дождь. Я тогда это не понимал. Другой день, встаюсь, мгла серая, не с той, как сегодня. А дождь идет, я говорю, как делать же, с бетона делал же. Мы приезжаю, только палатку снимаю, пока раствор замечу, чук-чук-чук, как на небо открыли. Весь день работаю, капля не падает. Домой палатку накидываю, 200 метров отъезжаю, даже дворники справиться не могут. Вот так она хотела родиться, она открывала небо над собой. В тот год был такой урожай, колхозники вообще не верили, что такое бывает. Но его было столько много, что им складывать некуда не было. Половина на улице сбила. И три года после этого были гигантские урожаи на Алтае. Вот сходите, посмотрите. Но это, я просто понимаю, все, что она собирала, она вернула назад и успокоилась. Поэтому выноси ты тело туда-несюда. Принцесса Укока была жрицей золотой бабы. Да. Так вот. Об этом, видите, все религии с этим борются, но смысл в чем? Геологически сложилась такая интересная история. Только на Алтае оказывалось ртуть и золото рядом. Я вроде бы, что? На Алтае много золота, но песок в основном. На Алтае много ртути. Вот у Лаган, Красные ворота, вот всю красоту этим скалом дают киноварь, ртуть. Ее легко добывать. Ее надолбят, растопят, вот тебе ртуть. У нас по секрету даже ГЭС не стали делать. Знаешь почему? Потому что если бы ГЭС сделали, вода бы поднялась из земли и вымыла столько ртути, что через ОП отравила бы весь мировой океан. У нас даже сейчас количество ртути в Катуне превышает предельно допустимую норму в три раза. Ртуть много в горах Алтая, поэтому оно имеет такое удивительное свойство растворять золото. И что? И вот эти они возьмут этот песок, ртуть нальют, растопят. А когда выпаривают, кстати, пары очень ядовитые, они надышатся и отравленными парами ртути, они глюки у них там шаманские, понимаешь, они видения всякие начинают быть, как шам... это как божественный обряд был, добывание золота при помощи ртути. Но в те времена, четыре тысячи лет назад, только пызырыкская культура скифской эпохи, вот это, на Алтае, додумывались до этого дела. Они же ничего не делали из золота. Возьмут такую бляху красивую, вырежут, золотой фольгой покроют, царь сидит, весь в золоте. гости приходят, и... технология-то была секретная, палец толстый, думают, ну килограмм, наверное, он говорит, а у нас золота много, у нас в горах его стерегут железные грифоны, кто придет, не сдобровать, заклюют всех. Тогда уже сказками они Алтайзе... Кстати, заметили, то, что герб Крыма, герб республики Алтай имеет этого крылатого льва, грифона. Вот эта связь вот этих территорий, она была постоянно... Геродот писал, на Алтае много золота, но проблема, там железные грифоны придут, придешь за золотом, тебя заклюют, домой не вернешься. А в чем смысл? То есть это первые путешественники, они были самые шпионы, придут там, все нарисуют, и это да. Поэтому Алтай, он сказка, благословенная земля дает силы каждому. Но смысл в чем? Я понял, то, что золотой фольгоне покрыли и свою каменную богиню. И издалека-то она оказалась реально золотая. Но пальцем-то ковырять ее никто не давал. В Айдариду ты издалека покажешь, видишь, что у нас есть? Ну, конечно, ей хотелось притащить все самое ценное. И тащили, тащили, тысячи лет собирались, вот этот клад золотой бабы на сегодняшний день. Не сама она, а все, что ей принесли, дары, а тащили это все самое ценное. Культ золотой бабы на Алтае, Алтай даже остался в названии. Алтай это золотая луна. У нее никакие не горы. Тас горы, Таш горы, Тау горы. Ай это луна. Была, есть, ай будет вечно. От имени древнейшей богини всех скифосибирских народов, этой великой легенды Алтая, матери всего живого, богини плодородия, богатства и судьбы, защитницы новорожденных и покровительницы молодоженов. Наш Алтай назвал Алтай. Поэтому для нас это, мы не хотим, чтобы это стало религией, понимаешь, в чем дело? Мы хотим, потому что, ну, с луной и солнцем кто будет спорить? Они будут, луна древнее земли на миллиард лет. Что же они будут спорить? Ну, просто мы понимаем, что религия, это когда люди бывают посредниками. А мы, наше мировоззрение, о чем говорит? Мы должны сами себе в жизнь будем приглашать все. Вот все, что мы в жизни себе приглашаем, мы приглашаем все сами, вольно или невольно, действием или бездействием. Но если ты будешь жить в солнечном круге и в лунном ритме, то вопросов-то будет намного меньше. В принципе, получается из твоего рассказа, что шаман это человек, который общается напрямую, а религиозные культы, они имеют там посредников, правильно? Священников, в принципе, чтобы стать священником в церкви, я считаю, что нужно быть маленько эзотериком, то есть немножко иметь экстрасенсорционные способности. У тебя получился священник, короче. Ну, у нас понимаешь, что делать? Священник, что делать? Как вам сказать? Посредник, он как на себя может наглость, быть посредником, если он сам с Богом договорится. Вот фильм «Остров», вот наглядно, вот тот фильм, который я три раза смотрел, я понимал, что-то тут прямо вот это вот то, что есть суть. Есть люди, которые действительно, они через христианство в рай попали. И у меня такой защитник, у меня через дух христианинского иерея мужского монастыря. Вот я ж, ну, до такой степени, но это же есть, кто с этим будет спорить? Ты рассказывал сейчас о мистике, когда ты восстанавливал золотую бабу, я точно так же столкнулся с подобными вещами, когда восстанавливал храм. То есть, там было видно, когда мы в алтаре проводили работу и попали на день, который сейчас называют вот эти вот новомодные, как он, хэллоуин, помнишь? Это было что-то, это было нечто. Мы ничего не могли сделать, у нас все падало, все рушилось. Прямо на глазах мы ничего не могли понять. На следующий день был День Всех Святых, у нас все пошло, мы за пять минут, ну, за один вечер все сделали, понимаешь? То, что ту работу, которую... то есть, это есть, понимаешь? И ты говоришь, есть мистика горных духов, наверное, да? Мистика Алтая, есть мистика христианства, есть другая мистика, однозначно. И народы-то всегда, всю жизнь, все века, тысячелетия, они жили в общении вот с этими вещами. И вот сегодня, вот то, что ты рассказываешь, я конкретно вижу, что вот ты рассказываешь, что, как человек должен входить в эту систему, как он должен жить с ней в гармонии, правильно? В равновесии. Вот это интересно, это очень интересно. Вот мы же в этом году, когда поехали плиту эту снимать ТВ-3, поехали этот, как, ну, они заинтересовало передачу ТВ-3, говорят, поехали, говорят, поехали. Мы полтора месяца собирались. Мы собирались, то и у них не идет, то и у меня не идет. А когда мы сели в машину и с катертью дорога, я сижу, думаю, так сегодня же вторник, радовится. И только потом, я так понимаю, что если бы мы поехали на пасхальной неделе, на пасхальной неделе нельзя предков поминать. можно покойника или болезнь в семью себя пригласить. И то есть, мой ангел-хранитель, то есть, я когда в социуме живу, я иногда забываю, знаешь, ну, надо ехать, ну, надо, ну, поехали. А, нас не пускают, мне некогда, мне что-то раз, все, вплоть до того. А тут, действительно, идет такая информация, что сели в машину, приехали. Радонец, Пасха для покойников, понимаешь, что делать? И то есть, мой ангел-хранитель, вот этот вот, он меня не пускал, когда не надо. Потому что, если бы мы поехали и начали это тревожить до пасхальной недели, то получился бы, ну, посяк, что называется, да? но мы приехали тогда, когда надо. Но я был в шоке, когда я приехал, 15 лет эта плита лежала возле церкви, она лежала на земле, вот так, боком, с юга на север. Не так, как она должна была стоять, стоим я на восток, а вот так боком, и в травой заросла уже. Что за плита, напомни? Я нашел могильную плиту, и реем ушел, и растырят. Все, все, вот эту камень. Это ты рассказывал, она лежала на земле, посадила молитвой в грязь, понимаешь, в чем дело? Той молитвой, которую последняя заповедь усопшего, там он написал, братья мои возлюбленные, поминайте мя, егда поете Господа, егда упокой мя с праведными Господнями. Он так написал. Я тут батюшка говорю, батюшка, сейчас вот видите, тут у нас эта плита, мы сейчас хотим поставить так, как она должна стоять, чтобы люди, когда подходили, стояли лицом на восток. Ой, сейчас как начнут камню поклоняться, вы что с христианства делаете? Я говорю, батюшка, ты говорю, аркстись, это последняя заповедь покойного, покойного иерея мужского монастыря. есть, то есть, вот, я понимаю, вот этот человек работает, он приехал, он свое дело знает, он прочитает, но суть-то, если человек не хочет выполнить человека, который на 10 санов его выше по статусу и уже умер, то есть мы не можем даже, если покойный, последнюю заповедь, мы должны выполнять, это закон, ну, а там... Правильно ты решил. Видишь ли, дорогой, есть в народе, всегда это разделялось, есть священники, а есть попы, вот, видел, картину Репина, крестный сход на Пасху, или это чаепитие Перова в мытищах, вот это попы, понимаешь, а есть священники, и есть такие люди, которые, они, они даже не выходят в церковь, на это самое, с людьми общаться, они просто, они просто ведут свой разговор, вот это вот близко вот к тому, что и чем и ты занимаешься, понимаешь, они ведут свой разговор, недаром же Русь, Россия, она под покровом, не под покровом, а под молитвенным воздействием кого? Серафима Саровского и Сергея Радонского, понимаешь, вот это были молитвенники, это были молитвенники, которые достигали высочайшего уровня связи. Он молился на камне, в лесу, в иконе Богородице. Он стоя, молился, он столбник, у него был подвиг столбника, он год или два там простоял, просто на камне, Серафим Саровский. Подвиг столбника, это немыслимо просто для человека, который мыслит категориями реалий, для человека, который мыслит категориями мистическими и понимает, где какие уровни находятся, ты понимаешь эти уровни, ты их видишь, понимаешь, это понятно, с одной стороны, и вот под защитой вот этих вот молитвенников Россия находится, понимаешь, это тоже немаловажно. Я вообще с тобой согласен, у меня самого Иерей, мужского монастыря, помогает, я чувствую помощь, он же иконы писал, я стал художником, и если я в этом году уже, говорится, ослужил, потому что это был священник. Да, я в быстром истоке был батюшка, я ему тоже руку целовал, знаешь, он служил в Афгане врачом, а потом вышел на пенсию, пошел в церковь служить, то есть он все свое свободное время, чтобы людям помогать, он всю жизнь помогал, эту руку не стыдно было целовать, я знал, сколько она жизни спасла, понимаешь, вот таких я буду любить, и чем могать поддерживать, и надо храмы строить по Руси, надо, они, каждый храм, он как, он сделан, архитектура его сама по себе, она, ну, божественная, я понимаю вот эту символику, я захожу в храм, у меня мурашки бегут, сам храм работает, и он благотворно будет работать на большую территорию, чем больше будет храмов на Руси, тем лучше, я же никогда не скажу, что он на церковь, но просто нужно понимать то, что, вот, я не знаю, на каком уровне нужно, чтобы православный, христианство стало обратно православным, вот той сути изначальной, которой предки было завещано, чтобы мы русский дух в этом христианстве не убили, понимаешь, что я делаю? Это очень серьезно. Чтобы мы культуру свою через это, у нас, я чувствую, культура так гибнет, когда у нас убивается русский дух, и вот это, суть слова забыли, смысл слов забыли, стали говорить, не то, что думают, а делать вообще третье, вот что убивает русскую культуру. То же самое говорят настоящие священники, ты, если вот заберешься, посмотри, у меня есть передача, у меня есть беседа со священником, а его выгнали с епархии, его выгнали, потому что он считается там вольнодумец, понимаешь, вот он рассказывает эти вещи, что это, я хотел себя найти в христианстве, но посмотрел, я говорю, с цибриной, как говорится, какая-то такая, вот он взбунтовался против этого, его выгнали с епархии, да, и вот теперь, сегодня мы с ним беседуем, я ему показал передача с тобой, он посмотрел, говорит, что-то очень интересно, мы, говорит, в одной плоскости говорим, что он, что ты. Я бы иметь такой ресурс в стране, миллион служителей культа, десятки тысяч церквей, и чтобы русские не знали дня рождения Богородицы, это вот наглядно показывает, где мы стоим, понимаешь, в чем дело? Вот есть святое, с чем вообще спорить, тут невозможно, когда мы, Богородицу, никто пальцем показывать не будет, никто на нее плохое никогда не скажет, а русский человек никогда так не сделает, но убитые родники нашей Родины, это позор нашей нации, они, знаете, законодательно, вот я тут власти опять говорю, мы хотим законодательно, чтобы родники, они должны быть закреплены за муниципалитетами, тот, кто на земле, это и хозяин, на чьей территории нарезан, если там есть родник, и тут глава следствия пошел, в школе сказал, давайте, ребята, декологический десант, родник, порядок приведем, совет ветеранов, пойдемте там, и вот тут начинается слово род подниматься, а если в каждой семье и летопись рода пишется, а если родители становятся слово святым, значит, а если из Родины уже не хотят все уехать, вот тогда начнется возрождение нашей нации, но это противоречит каким-то вот современным, но это не противоречило в изначальном, это слово полку Игоря, это ну пример, люди, человек, монах в монастыре, защиты России были монастыри, монахи были первые защитники. Он просто страдающим таким словом описал вот это поражение Игоря, правильно? Это же великолепное произведение средневековой Руси, и там видно. Ну он что видел, то и писал. Там, кстати, и Велеса постоянно поминает, и Беруна, причем монах в монастыре, 200 лет Русь крещенная, никто своих древних богов не забыл. Зачем такое говорить? Такое не забывается, потому что православие и христианство, они должны друг друга были усилить, а получилось то, что в свое время они усилили, но когда самодержавие началось, оболхвы ратовали за вечевое правление, вечи, это демократия. При Иване Грозном еще было более-менее демократическое общество, скажем так, хоть он и был самодержцем, он был самодержцем, но вечевые правления, ведь они были в городах. Да, самоуправление. Самоуправление, земское самоуправление, его реформы были очень трудные. Пожарские наглядно показали, как они взяли все-таки в самый трудный момент. Это как раз был отклик того времени, которое было на Руси. Поэтому в нашем, знаете, вот эзотерическом учении, я могу меня самого уже шаманом некорректно называть, потому что в какой-то момент я нашел, я где-то делал, я это делал, выходил на прямую связь, дух, потом для того, чтобы обрести внутреннюю уверенность и получить информацию, которую, ну сейчас я просто говорю, традиции будем возрождать, семейные традиции. Но если, знаешь, приходят люди и проблемы, я одеваю костюм и начинаю решать. Для меня это уже легче и легче, ну как сказать, для меня это уже все понятно. Они говорят, откуда ты это знаешь? А когда миллион человек проходит перед глазами, уже ты вроде бы как уже начинаешь безбумно видеть, а потому что проблемы-то одни и те же, а вопросы-то одни и те же. Люди все очень похожи, и по энергетике уже начинаешь видеть, ну а энергетику-то уже сканируют, и медицина показывают, вот у тебя тут не так светится. Ну просто вот этот взгляд надо тренировать. Знаешь, это раньше казалось фантастическим, сейчас я понимаю, что это все элементарно. Раньше все так умели. Ну просто когда наши телевизоры, как называется, бульдозером прошли по тонкому миру, если телевизор постоянно не смотришь, все будет потихонечку это все подниматься и восстанавливаться. Потому что телевизор портит, да, я сам знаю, портит, но мне вот, я его не хотел смотреть, но этот Донбасс мне все спортил, я переживаю, я там служил в армии, я там ходил теми тропами, видел тех людей, поэтому где-то вот уже не хотел его смотреть, но теперь вот как там дела, ну а хочешь посмотреть, потому что переедешь, ну как-то так. Ну ладно, давай подведем фиток, наверное, все-таки. Я вот, очень приятно было тебя послушать и то, что я, наверное, я вот для себя лично, я думаю, и люди тоже увидят что-то в твоих лавах и похоже, складывается такое мироощущение, вот, каждая территория, каждое государство, каждая территория, отдельная территория, ведь Россия у нас состоит из территорий и каждая территория тоже это богатство, вот Алтай, он должен быть шаманом, на Алтае должны быть шаманы, однозначно, вот вся культура, все песни, все это, вот Алтай, это шаманы, понимаешь, и народы, которые вот на Алтае живут, они должны сохранять вот это вот все, иначе они не будут этими народами. вот как эти исламисты пришли со своими вот лаххабитскими замашками, понимаешь, и они из наших мусульман, которые имеют огромную тысячелетнюю культуру общения, вот тоже с Аллахом, понимаешь, они их начали перевоспитывать на другую совершенно тему, и сегодня, вот с мусульманами говоришь, они многие на это поддались. Ты понимаешь, что делается сейчас? Ладно, мусульмане-то, мусульмане-то. Так же и бандеровцев не проявили, да. Они сейчас видят, тут мусульман-то особо нету, они начинают тюрков искать. А ты посмотри, в Кашагаче уже эти мечети стоят. Они видят, что он не мусульманин, но тюрки. Ну, значит, надо с этой точки зрения заходить. И они тюрков настраивают воевать с русскими. Да. Вот они, то есть, хотя те же самые люди. То есть, в сути, там они кричат с чистоте ислама, а то не язычников учат воевать опять же с русскими. То есть, они идут на прямой контакт вообще с другими. То есть, а где чистоте ислама тогда? Понимаешь, что? Это нету там ничего ни божественного, ни религиозного. Там есть чисто уже война против русского мира. Вот где опасность-то. Понимаешь, что? После... Шейх Кардову так и сказал. Главный враг ваххабитов это Россия. Да. А они, если иностранцы приезжают, они говорят, Артем говорит, осталась одна надежда на Русь. А в наших, это уже все под пятой. Но я когда хожу и смотрю, идут праздники, а люди самого святого не знают. То есть, их вот выпускают до уровня гамбургера. Вид водка, пиво, караоке. Понимаешь, что? Когда я говорю, вот свое русское знаете святое и то будет хорошо. Мне приходят, мы хотим про Алтайское узнать. Я говорю, я два вопроса там задам. Я говорю, вы про русское сначала узнаете, чтобы приходить узнать про Алтайское. Мне интересно, я как бы и с этой стороны могу много чего рассказать. Но я понимаю, что русское это сильнее. Понимаешь, что? Вот Алтайские племена, я понимаю, мы просто не достигли своей государственности. Но мы живем более ближе к земле. То есть мы... А вы живете своими традициями и не путешествует. По земле, да, ходим. Но есть такая какая-то энергия еще народа, понимаешь, рода. И понимаю, что вот это очень мощная в русской культуре энергия, которая вот в сказках спрятана. Вот я даже... Я тебе про Арину Родионову рассказывал. Да. Вот это вот наглядный пример, вот что может делать русское слово. Да. Поэтому не будет русской культуры на этой земле, все развалится, премия не может выживать. Она соединяющая, удерживающая. Удерживающая, объединяющая, усиливающая и развивающая. Но к этому нужно внимательно относиться. И религии не должны тут вставать поперек. Они должны... Раньше когда-то письменность в церквях возрождалась. В храмах, в церковно-приходских школах были. Сохранялась. Когда монголы пришли, это же только монахи сохранили все. Да. Это же все заслуга церкви, но она была православной. Она была православной. Она должна оставаться православной. Она должна помогать праве. Спасибо, Артем. Праве. Спасибо. Вот все. Спасибо тебе за беседу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok